всем привет и вот оно долгожданное видео про самокат лайк байк из 10 плюс я ждал этого и вы ждали а почему вы спросите я ждал чтобы набрать больше мнений про этот самокат как вы знаете есть группа ссылка в описании именно вконтакте да возможно позже появится в фейсбуке когда мне удастся в нем наконец-то зарегистрироваться и также там много много мнений про этот самокат и еще видео которое есть про него чуть раньше прикреплю по ходу буду рассказывать и говорить какое видео про что если вы следили за группой вконтакте вы видели создавал опрос о том чтобы вы хотели чтобы я рассказал про этот самокат и что же я получил в ответ нужно рассказать именно про минусы потому что плюсы все хвалят и так в интернет магазинах и так я переместился в такую интересную локацию уже хорошо светит солнышко вечер фон красивый и поле отличное место чтобы записать этот обзор я поделю видео по сути на несколько логических частей первая вступительная короткая про эту фирму 2 про магазин где можно купить третья про технические характеристики четвертая про минусы именно этой техники с которыми с которыми сталкивался я с которыми сталкивались и пользователи другие и как бы последнюю часть это заключительный вывод то есть основной упор видео будет действительно на недостатке как и в целом электротранспорта но конкретно вот именно этой модели все же за этим будущее поэтому что ж мы делаем как общество первые шаги в том чтобы пересаживаться на данную технику так с чего же начну с самой фирмы фирма лайк байк мне стало интересно что же это за фирма и зайдя в google я нашел только продажи с наших магазинов то есть продам лайк байк продам лайк байк там дал лайк байк и так далее но самой информации про фирмы нет то есть ты ищешь дальше дальше по страничкам google а каждый из вас может зайти сейчас это сделать и понимаешь что нет такой фирмы значит что мы какой вывод делаем делаем и вывод в том что это банальный плагиат и начинаем искать чего же это плагиат а плагиат это самоката ui sun us который имеет также мотор на 800 ватт 48 вольт принципе все похоже только большую батарею соответственно стоит дороже батарея там примерно в два раза больше тут 10 там по моему 20 чем-то ну тут 11 вроде неважно это мы потом обсудим и приложу вот фотографию и дальше стало интересно именно искать информацию раз нет про лайк байк давайте поищем про этот же шуи сун и что вы думаете на форумах про эти электросамокаты люди пишут что это банальный китайский ширпотреб который очень низкого качества и это подтверждается потом опытом использования мной и другими ребятами которые приобретали данную технику что аж про фирму в принципе все понятно собираются эти самокаты в одной провинции в китае возможно на одном заводе в лучшем случае на нескольких просто клеятся разные шильдики разница у них небольшая там по сути вы все знаете все знакомы наверняка с алиэкспрессом и как это все происходит но до именитого какого-то даже китайского бренда этому самокату очень далеко как и по характеристикам так и по качеству что ж дальше мы переходим к тому где же можно приобрести это чудное транспортное средство а приобрести можно в нескольких вариантов в каком-то из магазинов которые я плохо запомнил да и вы думаю вряд ли захотите покупать такую в принципе относительно дорогую вещь в каком-то малоизвестном магазине и представитель это магазин цифрус с которым ходят очень и очень много историй в интернете и без меня думаю вы можете это просмотреть я вам расскажу свой опыт и опыт людей которые именно с самокатом обращались поддержку и так далее начну со своего опыта мой самокат у меня ломался два раза первый раз переставал заряжаться а второй раз у меня ломалось лопалось крепление всей передней части оба есть обе эти поломки есть на видео ссылки будут внизу и с первой я обращался со второй уже решал сам что я могу сказать первая поломка случилась у меня вот я приобрел самокат и вообще даже отвлекусь немножко на само приобретение изначально я хотел купить чуть раньше лайкбайк из 10 просто и получилось так что благодаря цитрусу я уберегся от этой покупки и купил более новую модель и я очень рад этому потому что в этой модели учтены косяки той а с учетом того сколько здесь косяков я даже не представляю сколько косяков там поэтому ребят знаете что вы берете да как же это произошло я хотел купить они мне сказали что было всего несколько моделей я говорю хорошо я жду то есть когда вы мне там сообщите отправите да то есть я хочу купить то есть ты приходишь в магазин с деньгами и хочешь купить они говорят ну подожди вот мы сейчас тебе сообщим я говорю хорошо звонит мне менеджер даже нет я звоню менеджеру и говорю ну так и так мой заказ там был у вас да что там как они говорят есть последний на витрине как бы образец там с царапиной какой-то небольшой да мол чтобы вас это не смутило отправлять ли вам его я говорю да конечно отправляйте я хочу приобрести проходит еще два-три дня я звоню и как бы и ничего подумал ну как бы и ладно думаю каждый бы из вас уже забыл про этот магазин да и про эту покупку и так далее то есть но потом проходит время я думаю зайду посмотрю что еще есть нового и вижу вот данную модель стоил он тогда 21000 и тоже так интересно было написано 22 перечеркнуто там и 21 первая уловка на которую ты ловишься покупает самокат потому что он везде стоит 21 ну а в цитрусе тебе это представляется как он же стоил 22 а сейчас 21 спеши купить и сейчас по моему даже стоит дороже но на тот момент это было 850 долларов вот дальше я как бы заказал они мне привезли все хорошо видео с распаковки этой большой коробочки есть тоже отдельно ссылка как всегда внизу там были уже как бы мелкие нюансы именно к заводу то есть качество сразу было заметно ну и я прокатался буквально там 6-7 дней и случилась проблема проблема в том что самокат перестал заряжаться ты втыкаешь зарядку а она у тебя горит зеленым лампочка говорит мол он у тебя заряжен но по факту он у тебя не включается потому что он разряжен как я определил эту проблему то есть и как вы можете понять что у вас эта проблема если вы включите самокат включите свет выключите самокат и свет останется гореть все время а не две секунды то значит поздравляю вы скоро столкнетесь с этой же проблемой и когда я отправил точнее до только я отправил я решил решить этот момент потому что самокату то всего ничего 7 дней казалось бы да ну мало ли что я думаю зачем отправлять я сам живу в херсоне магазин в одессе это время как бы хочется кататься скоро зима уже на дворе будет а хотелось чуть-чуть да накататься я ждал буквально вот 3-4 дня звонка мастера чтобы он проконсультировал меня и тоже очень забавно сразу звоните им очень разъяренно и говорить капец как надо решить потому что первый раз они меня даже не записали в очередь на второй день они меня записали в очередь на третий день они меня записали якобы в быструю очередь и на четвертый день мне наконец позвонил этот мастер и вся суть нашего диалога свелась к тому что ну я не знаю отправляй короче к нам и вот и смысл было ждать а дальше нужно было подготавливать бумаги то есть я хотел чтобы меня поменяли как бы на новый как и каждый из вас бы захотел это сделать и после подготовки всех бумаг хотелось ну вот по праву 14 дней еще не прошло вот такая поломка гарантийный случай как бы ничего то есть я захотел что мне поменяли но как мне потом сказали что я успел отправить датировано там до 14 дней это все дело мне сказали что уже нет гарантийного как бы вида точнее нет товарного вида прошу прощения а это тоже очень интересный момент потому что в местах где он слаживается он стирается буквально за 2-3 складывание раскладывание все товарного вида нет ребят вот и мне как бы не поменяли но сделали его сделали и на том спасибо как мне сказали у меня был залит водой контроллер с этого все проблемы но я это слабо поверил но решил ладно сделали сделали а когда у меня случилась вторая поломка я его разобрал и как бы есть фотки не только мои мои видео если у вас не заряжается самокат вы увидите что у вас батарея подсоединяется напрямую к зарядке и контроллер нам никаким боком даже проводами это человеку далекому от этого будет понятно то есть банально лапша на ушах дубль 2 и как оказалось батареи мне вообще заменили с их рекламируемого так самсунга который там самый лучший аккумулятор не взрывается не горит с этим самсунгом очень много проблем у людей но об этом тоже позже и мне заменили батарею на какую-то китайскую без марки без имени и тем не менее она бегает лучше этого самсунга что очень удивительно и когда они собрали все обратно было два еще момента они не удосужились промазать герметиком деку как это было из завода то есть сделали и так сойдет и подключить одну фишку которая отвечает за круиз контроль там есть отдельные провода но про это тоже позже и вот такая вот забавная история да вот с моей стороны то есть думаю не очень приятная потом у меня осталось впечатление про них и конечно же вторую поломку я чинил уже сам но больше я пожалуй в этот магазин обращаться не буду и что касается остальных людей когда мне рассказывают например как один человек рассказал что ему продали вообще с 10 плюс как бы с пробегом там 7 километров как новый с царапинами на крыльях скорее всего на котором давали кататься а потом продали пробег тут вообще сбрасывается на раз-два двумя клавишами видео тоже снизу она называется обзор настроек самокат там большой список и ну это же человек потом были проблемы тоже зарядки с батареи с батареей очень частая проблема и люди обращаются и сервис им говорит не разряжайте полностью самокат и тогда он у вас не будет выключаться но ребят вот вы покупаете телефон допустим да и вам говорят не разряжай полностью телефон потому что это неправильно вы наверное подумаете очень странный какой-то магазин наверное телефон не очень качественный и вы будете правы потому что ну что это за бред такой то есть это реальный косяк и так отвечают очень многим поэтому вы будьте к этому готовы и не ведитесь дальше с чем люди сталкиваются это например неподкачанные колеса которые в которых неправильно поставлены камеры которые лопаются вот у вас лопнула камера в этом чудо транспорте как видите колеса тут маленькие резина тоже специфическая и вы же наверное пойдете в сервис обратиться да замените они скажут это не гарантийный случай камера и колеса не включены как бы в гарантию и вам говорят заклеить колесо будет стоить там по моему 200 гривен или 300 а поменять камеру 800 то есть это не мои слова это не писали в группе можете тоже зайти почитать там было целое обсуждение этой темы за камеру на самокат замену 800 гривен сервис и плюс вам еще ждать этого нужно очень долго хотя по факту камеру можно взять там за 100 гривен грубо говоря и поставить самому там за полчаса по сути вот поэтому сервис очень чудный довольно таки что ж про остальные моменты думаю там очень много историй можете зайти сами в группу и почитать или просто написать на стене пост о том что ребята расскажите кто с чем сталкивался и вот мы плавно подошли к третьей части нашего видео можно откинуться еще дальше на стуле и слушать еще внимательнее это самая интересная часть пожалуй потому что самокат можно купить из рук не только в цитрусе про это тоже есть у меня видео как что обратить внимание когда ты покупаешь с рук как вы поняли пробег тут вряд ли играет роль потому что сбрасывается очень легко и давайте перейдем сначала к характеристикам которые указывает нам производитель например говорится что этот самокат может ехать 55 километров в час проезжать до 50 километров на одной зарядке и как я слышал в рекламе того же магазина про который я рассказывал там зарядка стоит что-то одну гривну или 3 гривны я вот точно не помню по факту зарядка стоит дороже гривен около там десяти да потому что ну смотря я по максимальному тарифу считал но это уже чуть другая история дальше про характеристики скорости 45 километров в час это вот предельная скорость которую я мог разогнать при том что на этом чудном спидометре показывает 65 то есть учитывайте что на 20 километров просто идет обман по скорости километраж также соответственно из-за того что скорость показывается неправильно на компьютере этом считается тоже ошибочно и максимальный пробег который мне удалось преодолеть я езжу всегда в максимальном режиме это было около 30 километров то есть километров 25 плотненько и как бы 5 километров уже по угасающей но как бы тошнит 10 километров до самого разряда это очень скучно то есть я беру реальных это 25 километров он может нормально тебя провести то есть максимальной скоростью там 45 со временем он будет медленнее разгоняться там и так далее вот поэтому эти характеристики слегка завышенным нужно это учитывать что касается остальных параметров то в принципе там нагрузка сомневаюсь что она до 150 килограмм как вы знаете я упоминал раньше передняя часть сломается лопается сделана то все очень плохо и на соплях при моих 80 оно сломалось при том что в ямы я жесткие там не влетал и так далее и так далее я думаю вот насчет ям раз я затронул прикреплюсь здесь большую картинку того что бывает когда ты попадаешь в ямы хотя эта фотка даже сделана не тогда когда человек попал в яму а просто потому что плохо сделано сама сам самокрепление в передней части это очень опасно как человек как вы видели по названию поста человек сказал спасибо там за то что я остался жив в общем там примерно такая суть и таких нюансов очень много дальше в самом самокате сейчас я вам пробую подробнее рассказать чем вот конкретно я сталкивался нужно очень внимательно за всем этим следить потому что вот первая проблема это проблема с передней частью она лопается заметить это можно очень просто сейчас разверну вот видите сейчас какой угол у всей этой части то есть вот это в принципе нормально все сейчас усилена как только этот угол начинает меняться будьте готовы у вас эта проблема и самокат не может сложиться потому что эти крепления уходят ниже и соответственно она все друг другу мешает что касается этих мест как вы видели по фотке за ними нужно следить очень очень внимательно всегда подкручивать проверять на наличие трещины и тому подобное потому что это очень слабое место в конструкции вот рулевая она постоянно шатается при покупке нового самоката у тебя шатается рулевая то есть с этим ты ничего не сделаешь по сути дальше что можно сказать задняя подвеска как я уже раньше про не упоминал то она вся болтается люфтит стучит в принципе показывать это смысла нет на других видео это есть здесь у меня видите тут есть это пластиковая штучка проставочка и вот она треснутая вот там где камера конечно плохо фокусирует но отрезнутая здесь она должна быть но ее нет эти штучки быстро изнашиваются лопаются уходят из строя тут нужно ставить салентблоки в идеале парни говорят подвеску улучшать эти штучки снизу есть оно все ужасно скрипит с передней подвеской проблема задней подвеской проблемы это вот супер тут был вот у меня пенчик он тоже благополучно отлетел вот вопрос эксплуатации обслуживания тут нет ни маслов ни фильтров фильтров но в общем не важно ничего тут нет ни цепей ничего не смазывать езди заряжай радуйся резина там чуть изнашивается до мотор но это очень мелочи но тем не менее колодки тормозной суппорт стоит тут справа я как велосипедист и все кто знает как бы все нормальные суппорта остается слева то есть вот у вас проблема как бы на колодках это не очень актуально но если у вас случается что-то с суппортом это проблема а вот задним тормозом он барабанный то есть я сейчас разверну покажу как вы думаете будет сложно найти в этот барабан колодки я считаю это нереально это придется к дяде пете в гаражах обращаться чтобы он вам сделал там хоть какие-то колодки на сколько хватило и вся вот эта вот система тоже честно сказать не внушает доверия что касается дальше тут пожалуй я вставлю кусочек видео про зарядку зарядка это отдельная история сразу прошу прощения за качество видео в общем слушайте звук вот такой звук издает мой чудный блок питания спустя смотрите вот я пальцем по нему постучал он перестал то есть но не то чтобы и вот так вот аккуратненько его положил все слышите нормальный звук вот потому что сразу расскажу вот у людей возникают вопросы там есть три как бы момента когда она горит красным это он заряжается когда она мигает красным это он почти зарядился и когда горит зеленым это вот все заряжено кулер выключился все я в принципе оставляю на ночь все нормально хотя вот как вы увидели из фрагмента зарядка у меня небольшая проблема она уже жжет а ей там всего ничего я там пользовался у самоката пробег там может сейчас уже по 2000 до километров в принципе это что за пробег это не пробег так дальше когда ты разбираешь самокат то видишь как провода все просто каким-то непонятным образом валяются внутри не сложены не прикреплены валяются сам контроллер держит у тебя обгрызанный кусок какого-то пластикового шланга который просто между вот этой вот распорочкой и контроллером придавливает его чтобы он не прыгал у тебя на кочках а батарея у тебя держится на аналоге двухстороннего скотча чуть-чуть уплотненного как поролончик чтобы вот так вот не прыгала тем не менее этот скотч отрывается батарея начинает прыгать все начинает стучать это ужасно нужно быть к этому тоже готов забыл упомянуть момент кроме люфта в рулевой в новом самокате у вас люфтят вот эти места почему они люфтят эту часть я не сложу тут у меня камера мудреным образом то есть оттягивается эта штучка слаживается то есть это удобно ты можешь положить его в машину хотя не во всякий багажник этот самокат и влезет я вам хочу сказать при всем при том да что он и тут слаживается ребятки а сейчас мы заснимем как это запихнуть в этот багажник самокат серёга иди помоги мне чтобы развеять миф что это легко и просто между прочим вот здесь вот ничего не продумано чтобы вот снизу если вы опускаете давно я не разбирал все закисло ответила пускаете сразу ложится именно на пол а на умных самокатах там стоят проставочки силиконов что-то еще не билось не царапалось в принципе он закроет но самокат занял почти все место и это пустой багажник но в принципе впихнуть можно может выключать и там но тут багажник должен быть вместительный мы пустым чтобы в него возить в общем из-за вот этого механизма как видите оно неплотно прилегает и тут образуется люфт и ты едешь у тебя тут люфтит там люфтит там люфтит ты едешь и весь люфтишь ты вот это жесть просто а а если еще у тебя как того парня отрывает переднюю часть на скорости ты наверное просто думаешь зачем я его взял ё-моё вот но возможно тебе повезет и ты возьмешь хороший вариант в принципе вот мне повезло ну опять же таки я за ним постоянно слежу мы уже заварили теперь он крепкий бытует мнение вот другого человека что сталкивалась он со многими проблемами и зря взял потому что в сервис он ходит чаще чем катается проект может тоже в группе почитать вот что дальше касается компьютер камеру хочу еще дописать в общем про про панельку чет есть камера конечно плохо фокусируется в общем тут есть три режима сейчас у меня стоял fast есть slow есть мид это средняя скорость есть fast также есть вот километраж за этот включенный сеанс тут есть еще рем я даже не знаю что это есть время начало включения есть ошибки есть например тормоз нажимаешь да вы 4 ошибка хотел еще дописать что про вот эту вот конструкцию я вставлю видео как у меня отрывало это место как раз в обзор будет впишется и тут у меня была сразу ошибка один кстати вот сейчас она выключилась походу я что-то замкнул но вроде ошибку не дает вот еще ребятки случается вот такой вот казус это у нас крайняя точка была я закидывал самокат на бордюр и вот видите тут есть защита вот а тут нет ты получается рубанул все провода самокат дал первую ошибку ехать перестал ремонт в полевых условиях попробуем провести ребята в общем теперь это выглядит так нашел я короче рядом магазин повезло мне с этими инструментами для дома взял банальный провод вот как вы видите синие тут торчат самые обычные вышло мне до 10 гривен за ленту купил взял ножик кто-то у человека зачистил собрал короче будьте внимательны с этим местом так пока поезжу а потом сделаю нормально разрядка батареи особенности системы в том что ты когда полный газ даешь то может просто все шесть палочек уйти в ноль а потом ты остановишься он стоит там пять палочек у тебя вернется это особенности всей этой электро тематики неправильно он считывает как бы еще тут такого уже скажешь но в это бывает такой косяк и это у многих самокатов принципе так дальше в этой модели нет габаритов то есть если ты едешь вечером вот ты тормозишь у тебя сзади фонарики загораются а когда ты едешь просто у тебя горят просто синие фонарики сбоку и фара спереди на мой взгляд это косяк но нельзя было сделать так чтобы сзади фары всегда горели а когда ты тормозишь они горят ярче как на японских мотоциклах или мопедах нет они подумали ладно и так сойдет но как бы это решается докупаешь себе габаритик и ездишь себе свое удовольствие в принципе больше про самокат так-то рассказывать ничего потому что ну что в нем тут есть два колеса контроллер мотор да пару палочек вот смотрите мой рост примерно метр девяносто пять то есть вот я встаю на него да в принципе он даже для меня ничего то есть вес мой как вы знаете уже там под 80 кило ездит нормально в принципе подвесочка сейчас я беру ножку покажу как бы она работает даже ямки некоторые она отрабатывает ноги помещаются нормально но если ехать больше чем полчаса ноги все-таки устают ну а ездить на нем сиденьем это ну смешно и вы если видели со стороны это просто смешно то есть это самокат а если ты хочешь сиденьем купи себе мопед как бы но это не знаю на мой взгляд очень странно двоих он точно не выдержит можете даже не думать те кто хотят с кем-то ездить потому что вы упрётесь тот же момент что оторвет передняя часть если вы продолжите ездить вдвоем оторвет по месту сварки где вы варили вот и снова вы упрётесь некоторые проблемы дальше что я могу сказать мои впечатления про него принципе хорошие то есть я столкнулся с двумя проблемами я их решил как бы с люфтами ты ничего не сделаешь потому что подвеска непродуманно откровенно говоря как бы ездишь и ездишь ты просто закрываешь со временем глаза и привыкаешь то есть ты зарядился ты доехал до точки вернулся опять зарядился все отлично действительно это очень дешевый удобный транспорт в пробках ты не стоишь у меня город маленький я могу прям доехать куда захочу из там своего дома да поэтому очень удобно ты встал тебе не нужно идти ни на стоянку не платить за стоянку ты его домой занес в лифт он помещается это я тоже проверял вот так вот в общем можно в лифте разместиться с этой портой имеем чудо самокатом и приезжаешь и хранить в принципе можно либо где-то занести либо даже где-то зайти в магазин но минус этой модели что в нем нет сигнализации все-таки заглянуть где-то на 5 минут магазин проблематично потому что мало ли увезут сигнализация он хотя бы заорет и колеса заблокирует в некоторых моделях есть это про это другие обзоры будут и а так все-таки волнение присутствует было бы хорошо если вот мы подошли к финальной части это все-таки мое мнение я столкнулся всего с двумя проблемами которые решил с люфтами я смирился это мелочи очень удобно доехать из пункта пункт б принципе дешевый транспорт и не волнуешься что у тебя угонят хотя если ты заходишь магазин все-таки хорошим бонусом была бы сигнализация она есть других более дорогих моделях тут экономили на всем как вы уже поняли и батарейка 10 ампер часов то есть она занимает мало места в самом корпусе могли бы больше но опять же таки для доступности и принципе я на нем возил разные грузы например двухметровые доски ребята штучки снова привет по времени 8 утра я уже вожу всякую фигню на своем самокате в этот раз это трехметровая короче палка брусок походу вы можете подумать что я устроился грузчиком на своем транспортном средстве будете частично правы ну что ж продолжаем викторину кто чё повозит парту прикреплю фотки чтобы ребята ребятушки привет у меня получился интересный квест в общем так спокуха вести парту на моем чудном транспортном средстве не спрашивайте откуда у меня порты зачем она мне нужно в общем я так уже проехал свой квартал в общем к слову очень удобно одной рукой конечно рулить неудобно а так если ногой типа встать то можно и проехать конечно пожалуй рисковать я не буду снимать и ехать но как факт знаете что можно удобно возить эту штуку все можно возить удобно на этой штуке и мишки с картохой возил и парту вот повез так что дело такое ребят я поехал в общем если вам интересно про мои покатушки на этом самокате подписывайтесь на инстаграм там тоже вылажу периодически видео и так далее ссылку тоже внизу прикреплю буду рад вас там видеть заходите в группу тоже там пишите я всегда отвечаю на все вопросы то есть покупка довольно таки интересная при всем при при том с минусами которые вы сталкиваетесь и так далее мне вот повезло мне попался в принципе один из первых хороший вариант то есть разные у них есть версии прошивки мне попалась хорошая в которой там есть нужные мне настройки например отключения круиз-контроля и так далее про это как я говорил есть разное там отдельное видео нужно очень внимательно смотреть на год выпуска он вот здесь расположен потому что от этого непосредственно влияет то как ваша батарея долго будет держаться батареи хватит ну циклов на 800 примерно вот и считайте там 30 километров по 800 циклов какой пробег у него может быть перед тем как батарея начнет терять свою емкость и в принципе несколько раз в месяц нужно его разряжать полностью я езжу что зарядил проехал там сколько разрядился опять дозарядил до полного и поехал дальше никаких с этим проблем нет надеюсь я максимально полно рассказал именно про эту модель постарался вместить все что с чем сталкивался и что видел если остались какие-то вопросы пишите их комментарии под этим видео я всегда отвечаю подписывайтесь на канал можете колокольчик ставить многие про это говорят и ждать новых видео дальше будут обзоры на другие самокаты я встречал нашем городе разные буду стараться вам максимально полно рассказать про эту тему в целом не только про конкретную модель также будут сравнение как вы видели с мопедом я его уже сравнивал дальше будет сравнение с велосипедом и прочими другими транспортными средствами что ж спасибо что посмотрели это видео надеюсь вам понравилось в любом случае поставьте палец вверх или если нет палец вниз до новых встреч как заедет самокат на горку для этих нужд я выбрал самую четкую горку у нас как видите он там здание двухэтажная горка чутка повыше подъем довольно таки резкий в общем сейчас серёга мне поможет снять здорово ну и два варианта я заеду с самой горки и с разгона посмотрим короче как видите заехать на горку не увенчалась успехом я жал на максимуме батарейка полностью что принципе заряжена нужно на 4 теления я чуть проехался его хватило чуть-чуть в общем буду другие самокаты и будем сравнивать попал под дождик на своем чудном самокате лился конечно в луже очень сильная герметичность проверено ну вот посмотрите на у меня сейчас вот у меня все мокрое я чувствую вплоть до трусов короче но покатушка веселая его не замкнула я доехал . . . Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok